Елене, слышали вы, сейчас очень можно брать аскезы по исполнению своих желаний. Что вы думаете об этом, как вы к этому относитесь? Значит, скажу так, я видела на ютубе какие-то ролики, когда люди там говорят о том, что берут аскезы, я не знаю, что это такое. Я знаю слово аскеза, это аркан повешенного. Когда человек, с точки зрения развития, когда человек осознанно отказывается от чего-либо для того, чтобы получить что-либо. То есть аскеза, ухожу, допустим, в монастырь для того, чтобы что-то сделать. Я не знаю, вот в вашем контексте, как для исполнения желаний, как выходит аскеза. Что это такое, как ее брать. Но, скажу такую вещь, вообще любые вот эти все практики, которые выходят, я, конечно, не против, если они у кого-то там работают. Вот, но я всегда против волшебной таблетки. Ну, мне кажется, эти волшебные таблетки, они не работают. Я за психологией про то, как устроен именно физиология, как устроен наш мозг, работа нашего мозга. И мой опыт показывает то, что независимо от того, что бы мы все хотели, если внутри нас есть какие-то установки, вот какие бы мы, какое бы мы волшебство не делали, какие бы практики мы не использовали, они не будут реализовываться. То есть до тех пор, пока у нас есть установка, показывающая, что это не будет работать. То есть, по сути, все мы знаем, да, насколько наш мозг силен, особенно в исцелении. И когда, сейчас скажу такое про здоровье, да, такую тему очень интересную, что иногда возникает вопрос о том, что может ли наше тело самостоятельно исцелить самого себя. Да, может, но тогда возникает другой вопрос. Почему тогда очень много больных, там, я не знаю, с раком элементарно? Неужели тело не может исцелить? Да, тело может исцелить, и никакая терапия не поможет в том случае, если человек сам этого не захочет. У этого человека очень много обид, очень много установок на именно разрушающих самого себя. То есть, насколько бы это сейчас не казалось, не будет звучать очень нехорошо, но это действительно так. То есть, человек сам себя убивает, сознательно, либо неосознанно. То есть, это полный отказ жизни. И точно так же со всеми желаниями. То есть, если внутри тебя есть какая-то там, не знаю, например, хочу, 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 не знаю, что бы я хочу. Купить какой-нибудь там дом, да, жить в каком-нибудь доме. Если у вас внутри вас есть установка, противоречащая реализации этого желания, то что бы вы ни сделали, вы это не получите. А если и получите, то очень частый такой пример, да, там, я не знаю, люди строят дом, да, уже готовы въехать, очень радостно, что вот реализовалось, а потом, гоп, там, я не знаю, либо землетрясение, либо пожар, либо что-то случилось. И вот труды всей жизни идут на смарт. Почему? Потому что есть внутренние установки, не дающие реализацию, реализации желаний. То есть, то, что мы говорим, одно говорит голова, другое говорит сердце. Когда есть согласие между головой и сердцем, то любое наше желание реализуется мгновенно. Если что-то не реализуется, значит, есть какие-то противопоказания в нашей голове. То есть, есть какие-то установки, либо это вот то, что по семерке мечей обычно мы говорим, вторичные выгоды для того, чтобы это не реализовалось. Там, я не знаю, обычно это вопросы манипуляции. То есть, мы начинаем, опять же-таки, в конце эксии здоровья, например, почему там ребенок не может излечиться. Ну, такой, сейчас, как бы так сказать, я в общем скажу, для понимания, как это может работать. Потому что, на своем примере, чтобы никого не обидеть. Когда я была маленькая, то ли мне обнаружили какие-то шумы в сердце. В общем, что-то связанное с сердцем. Я в очень раннем возрасте была осознанным ребенком. Я словила этот момент. И я поняла, что этим можно манипулировать. И поэтому, когда меня там мама, например, заставляла, скорее всего, не меня, а старшего брата убираться дома, у нас с ним 6 лет разница, вот, он мне все время говорил о том, что почему только я убираюсь, выпускает толстая, мне помогает. Ну, я была такая, крупненьким ребенком. Выпускает толстая, помогает. И я в этот момент все время, знаете, хоть и ребенок очень четко понимала и манипулировала своей болезнью. Говорила, ой, я не могу, у меня болит сердце, мне плохо. И мне действительно, то есть, это не было столько наигранно, но это настолько, я верила в то, что я говорила. У меня действительно начиналась тахипальмия, там руки холодные. А у меня мама по профессии медик, да, она сразу там, я не знаю, что там, давление измерял, что-то там делала, да, да, ей плохо, ей нельзя, ставь. Вот, и как только дом был чист и убран моим братом, у меня, типа, вот все эти симптомы проходили. Вот, это вот как раз-таки семерка мечей, да, вторичные выгоды. Либо, когда мне надо было, чтобы на меня там обратили внимание, вот я тоже могла прямо, знаете, и это сыграть. Но это вот, понимаете, это была настолько правдоподобная игра, то есть, я в нее сама верила. Вот в чем эта фишка. А когда ты сам в это веришь, да, то мозг, он не, для него одинаково. Где иллюзия, а где реальность? Вот абсолютно. Если ты в это веришь. И поэтому, вот, как мне только надо было что-то сыграть, там, больное, дохлое какой-нибудь, да, я вот прям вот представляла очень ярко, человек со способностями, да, я очень ярко это представляла, у меня действительно всплывали симптомы той или иной болезни, и вот прям все в это верили. И самое главное, что я в это верила. Поэтому в контексте реализации желания, если вы, что-то у вас не получается, да, то нужно просто посмотреть, какая установка этому мешает. Уберите установку, и, по сути, желание само реализуется.